Друзья, всем привет! Знаю, что я в прямой эфир вышла спонтанно, никому заранее ничего не сказала. Скорее всего, это связано с тем, что я очень хотела поделиться своими впечатлениями по поводу своей процедуры Панча Кармы. И, как я уже обещала, я хотела бы вам рассказать о своих впечатлениях, что я почувствовала, и немного вести в курс дела, что это за процедура. Вот, здравствуйте! Опа, вас уже так много! Всем привет! Всех приветствую! Всех очень рада видеть, читать! Привет-привет! Буду, в общем, рассказывать. Панча Карма. Как я познакомилась с этим термином? Я ранее не знала, что это такое. Это аэробидическое очищение организма. Мне про это рассказала моя подруга Женечка. В общем, если ты меня смотришь, тебе большой привет! Мы как-то просто сидели за обедом, и она мне рассказала, что это потрясающая процедура, которую она проходила, кстати... Не, нет, она не эту процедуру проходила. Наподобие этой процедуры она проходила в Москве, в клинике Кирилла. Может быть, вы про нее слышали. Но я как человек, постоянно думающий, размышляющий, я подумала, что подобного рода процедуру нужно проводить и проходить в той местности, откуда она родом. И буквально поговорив там 10-15 минут, я поняла, что мне это нужно. То есть у меня есть внутренний запрос для этой истории. Мне позволяет время. И мы судорожно начали искать в интернете какие-то ближайшие клиники, аэробидические центры на Шри-Ланке, которые эти процедуры делают. Уже не было всего 4 дня, у меня было больше времени, и я решила для начала пройти 7-дневный детокс, обряд панча кармы. Хотя говорят, что лучше проводить эту всю историю не меньше 2-3 недель, потому что спустя неделю, только тогда твой организм привыкает, адаптируется к вот этим всем лечебным историям. И, конечно же, результат за 2 недели будет намного лучше, поскольку я не знала, что мне нравится. Ну, в общем, разные моменты. И я решила все-таки пройти 7-дневную историю. Значит, вкратце, я не буду сейчас уходить в какую-то терминологию, но все равно в общий курс дела я вас веду. Панча карма переводится как «5 действий». В панча карму входит 5 наименований, что входит в эту пятерку. Первое – это чистка желудка черезслабительная. Второе – это чистка кишечника с помощью клизм. Дальше – это кровопускание. Иногда это бывают банки, иногда это бывают пиявки. Есть так называемое еще… Это все есть название, как-то оно называется «веричана», «меричана». Просто сейчас я это все не выучу, я даже не знаю наизусть, но я просто говорю эти 5 терминов. Дальше – это лечебная рвота. Не пугайтесь. Дальше – это промывание носа тоже маслами. Вот. Как это все происходит? Ты приезжаешь в центр, у тебя есть доктор, который по твоему пульсу проверяет твой тип. Есть пита, ваха и кхаха, по-моему, как-то так это называется. Вот. Это все проводит по твоему пульсу. Конечно, парадоксально, как доктор смог распознать мой тип, и он очень сильно действительно скошь со мной. После этого врач подбирает тебе курс лечения. Ты ему говоришь по поводу каких-то своих там недомоганий. Там кто-то говорит, у меня там болит голова, у меня болит желудок, у меня там постоянно какие-то головные боли или еще что-то. Я, в принципе, ничем не страдаю. Периодически у меня болит голова. Ну, как бы это нормальный процесс, потому что у меня бывают, естественно, забиты какие-то шейные эти моменты. И как бы я хожу периодически на массаж, но головные боли бывают. И я склонна к отекам. Вот. Но, опять же, я даю объяснение, почему это происходит, потому что я не пью 2 литра, я даже 1,5 литра воды в день не выпиваю. Это, наверное, неправильно, это ужасно, это, там, понятное дело, нехорошо, но моему организму нет потребности в этом. Поэтому, своего рода, это может вызывать некую отечность, там, поутру, когда я просыпаюсь. Мне расписали 6-дневный курс, и это был, конечно, восторг, потому что каждый день было порядка 3-4 процедур. Что у меня было? У меня была процедура Шарадара. Возможно, вы знаете, что это такое. Это когда ты ложишься на кушетку, и на тебя выливают теплое масло ГИ, начиная вот на лоб и вот по всей, по всей голове. Это очень приятная процедура. Естественно, ты вот в этой процедуре можешь уснуть, это нормальный процесс, и потом тебе делают массаж головы. С этим маслом вам нужно по возможности проходить, ну, хотя бы 2 дня, потому что это масло очень хорошо воздействует на кожу головы, это проникает, и таким образом, конечно же, тебя исцеляет по аюрведическим, по панчакармовским терминологиям. Также у меня практически каждый день были ингаляции. Помните, как раньше в детстве, когда там ОРВИ или грипп, мама тебя сажала на стул, накрывала тебя пледом, и ты дышал там картошкой, там, какими-то отварами. Здесь это были такие аюрведические травы. Я чувствовала кардамон, я чувствовала тимьян, я чувствовала корицу. То есть это была тоже очень приятная процедура. Длится она всего лишь там 15 минут. Также ежедневно были массажи в 4 руки. Голова, шея, лицо, ноги, руки. Это потрясающая процедура. Я всегда на ней засыпала, потому что я прям улетала куда-то. Ну и, безусловно, были вышесказанные истории про чистку кишечника, про чистку желудка. Что мне понравилось, что нет во всем этом ничего радикального, то есть нет какого-то дискомфорта. Все через травы. То есть, например, если говорить про чистку желудка, как она проходила, ты просто натощак выпиваешь, штакан теплой воды. Вообще, панча карма, вся эта история, она нацелена на то, чтобы пить очень много горячей теплой воды. Не комнатной температуры, а именно горячей. Когда я приехала в отель, я была, конечно же, удивлена, что в номере нет кондиционера. А я как бы, ну, люблю холод, особенно когда здесь жарко, и я сразу начала требовать, а можно мне, пожалуйста, номер с кондиционером, потому что мне некомфортно. Со мной поговорил доктор и объяснил, что мы вам, конечно же, можем дать номер с кондиционером, но это немножечко противоречит этому, так скажем, детоксу, потому что вы все время должны быть в тепле. И вот я помню, что когда у меня была чистка желудка, это была такая первая серьезная процедура, я выпила стакан теплой воды, после чего мне дали что-то наподобие кофе, турецкий кофе вы когда-нибудь пили, где он такой крепкий, сладковатый вкус, и, ну, где-то, наверное, вот такую вот чайную, не чайную, а такую вот именно, ну да, чайную чашку среднюю, я выпиваю этот раствор, и дальше, как я думала, сейчас начнется что-то невозможное, мне будет как-то некомфортно, я не успею добежать, образно говоря, там, до номера или еще что-то. Я прошу прощения, что я вам про это рассказываю, но просто очень много было вопросов об этом, поэтому я решила вам подробно рассказать, через что прошла я. И если вам это будет интересно, вы, соответственно, тоже будете немножечко в курсе событий. Вот, я выпиваю этот раствор, он не противный, он приятный, он такой сладковатый, немножко даже терпкий, но я прям чувствую, что там тоже эти специи, травы, вот. И дальше мне нужно быть в тепле, мне нужно постоянно двигаться и каждые 15 минут пить теплую воду. Так продолжается до обеда. Естественно, у меня происходят мои природные процессы, которые не какие-то радикальные, не супернеприятные. Все естественно, все комфортно, без какого-либо дискомфорта. А со второй половины дня нужно, наоборот, принимать холодный душ и пить холодную воду. То есть вот такие вот здесь, вот в этом обряде, вот в этом детокс-курсе такие правила. И нужно обязательно этим правилам следовать. Дальше, когда я через пару дней пришла к процедуре чистка кишечника, как мы это все воспринимаем? Там написано, что это клизмы. Я готовилась к чему-то, не то чтобы страшному, но я думала, что сейчас начнется вот это какое-то жуткое, ужасное промывание, что я похудела. Но опять же, хочу сказать, что я ехала не ради того, чтобы похудеть. Я не страдаю лишним весом. У меня нет такого, что я чувствую, что у меня лишних 2, 3, 4 килограмма. Такого нет. Поэтому не было запроса худеть. Было как раз важно очистить свой организм, напитать его маслами, аюрведическими настойками. Ну, это я чуть попозже вам расскажу. И вот я прихожу на клизму, и, естественно, готовлю, что сейчас будет вот то, что я выше сказала, а все происходит абсолютно по-другому. Тебе вводит большой шприц абсолютно того же состава, вот как я рассказывала, как кофе такого коричневого цвета, где тоже вот все эти, так скажем, лечебные, травяные, там, специи, масла и так далее. И все. То есть нету никаких этих жутких катетеров, труб, там, какие-то аппараты, которые все это как бы промывают твой организм и, к сожалению, вымывают пребиотики полезные, потому что, в принципе, все урологи и люди, которые, да, разбираются в этой сфере, они все говорят о том, что клизмы – это не очень полезная история, потому что ты можешь скинуть лишний вес, ты можешь резко похудеть, у тебя ощущение полета и легкости, но вымываются все полезные и бактерии, и микроэлементы, которые у нас хранятся и находятся в кишечнике. А все... ...иммунитет, как бы 80% нашего иммунитета в кишечнике. Далее, что было тоже еще интересно. Промывали нос маслом, маслом ки. Не очень приятная процедура, конечно же, но, опять же, это можно выдержать, и это действительно очень приятно. Еще одна из интересных процедур – это было... Мне надевали такие из пластилина специальные такие круглые штучки, и с закрытыми глазами вам тебе наливают тоже масло ки смешано с чем-то, есть еще разные там... Я потом переспрашивала, говорю, вы только одно масло используете? Она говорит, не могу сказать, потому что мы мешаем. Все полезные масла, все они используют. И тебе заливают глаза этим маслом, после чего тебе нужно раз 20 проморгать. Ну... И меня предупреждали, что эта процедура может быть не очень приятной, но я на самом деле получила удовольствие, я увидела, как у меня какое-то случилось прозрение, может быть, это тоже психосоматическая история, потому что я как бы была нацелена на какой-то такой положительный лад, и мне хотелось, чтобы все хорошее в моем организме произошло, поэтому очень комфортная процедура. По поводу ежедневных историй с лекарствами. Во время обеда и ужина мне давали, я выставляла у себя в сторис 4 баночки. Что в них было? Специи, то есть тоже как бы травы аэровидические, вместе с маслом ги. Дальше была аэровидическая травяная настойка, она была не противная. Еще одно масло, и были две такие таблеточки, которые выводят... У меня периодически бывают отеки, я хотела бы как-то от них избавиться. Вот. Что мне не понравилось, катастрофически, это еда. Потому что мне кажется, что в подобном заведении еда не может быть такой острой. Этот отель был направлен только на клиентов, которые хотят пройти панчекарму, поэтому там не было, как говорится, людей, которые просто приехали отдохнуть. Соответственно, и утром, и днем, и вечером был шведский стол, и ты мог брать то, что ты хочешь. Очень много фруктов, папайя, арбуз, маракуйя, гранаты, что там было еще, лайм, манго, вот, иногда даже давали дракон, дракон, не дракон, а драгон, да, фрукты. Смузи бесконечные, там на основе банана, там, да, разных фруктов. Но еда, которая была именно там, супы и, скажем так, вторые блюда, они были очень острые, и меня на третий день начало это просто раздражать, потому что я не очень люблю, если не сказать, ненавижу острую еду, не потому что мне от нее, как бы, плохо, или еще что-либо, просто мне не нравится. Вот, Насте Попова привет, потому что подруга моя, Настя, обожает все, все острое, и мы, когда с ней встречаемся, она может заказать том ям, который прям ядреный. Я равнодушна, потому что я после острой еды начинаю очень много пить воды, и от этого, как бы, тоже это, видимо, как-то в моем организме так устроено, что, короче, не подходит мне эта вся история. И меня это начало раздражать, и я поняла, что потом в какой-то момент, кроме как рис, я есть больше ничего не могу, потому что даже отварные овощи, добавлялось какое-то нереальное количество перца, меня это вывешивало, и я как бы была в гневе. Вот, ну, я сделала замечание, я сказала о том, что меня этот фактор смущает, и доктор даже сказал мне, почему вы сразу бы это не сказали, я в силу своего какого-то стеснения, воспитания не смогла сказать, что вот, давайте тут мне готовьте отдельно еду. Вот, ну, кажется, я все рассказала. Непосредственно про место. Место тоже очень важно находиться в таких окрестностях, где очень спокойно, и где очень гармонично. Вот, это идеальное место для панча-кармы, потому что птицы поют, обезьянки приходят, тушканчики бегают, вараны ходят, полная экзотика. У меня мой номер прямо выходил на океан, всегда у меня была открыто окошко, москитная сетка, никто никуда ко мне не залез, слава тебе, господи, и я каждый день засыпала и просыпалась под шум волн, это очень приятно, вот, плавала ежедневно в океане, в номерах нету там телевизоров, нету никакого развлечения, то есть ты предоставлен себе, ты можешь читать книжку, ты можешь там общаться, не знаю, хочешь с друзьями, ты можешь смотреть какие-то фильмы, сериалы. Я познакомилась, как я уже говорила, у меня там образовалась подруга, Ингрид, 84 года, моя подруженца, которая так трогательно вчера меня провожала, махала мне рукой, я говорю, Ингрид, можно я с вами сфотографируюсь? Она говорит, но, но, типа я выгляжу не очень хорошо, поэтому извините, но я там все равно ее немножко запечатлила из машины, как она мне махала рукой, это было так трогательно, мы с ней прям каждый день во время обеда, час ходили на прогулку, как я, вдоль дороги, там, то есть у нас такой был всегда с ней приятный променад, и там был с 3 часов до 5 было время для чаепития, там был травяной чай, молоко, зеленый, черный чай, какие-то конфеты, какое-то печенье, тоже, опять же, такое эрведическое, не сильно сладкое, такое, скажем так, полезное. В общем, я, конечно же, не пожалела, что я поехала, единственное, вот повторюсь, что меня смутило, это, конечно, острая еда, вот, но, опять же, это тоже, наверное, дело поправимое, потому что, если вы отправляетесь в подобного рода заведение, вы можете заранее оговорить все эти моменты, и если для вас принципиально важно, чтобы это все было для вас комфортно, или у вас есть, там, какие-то там проблемы с, там, с усвояемостью, то вы, конечно же, можете об этом заранее сказать, я думаю, что вас услышат, и все будет хорошо. Вот, собственно, я подвела итоги, я чувствую себя очень хорошо, я чувствую себя наполненной, намазанной, я вся такая, прям, маслянистая, вот, естественно, панча-карма имеет накопительный эффект, и я очень надеюсь, что все так же будет и продолжаться, вчера у меня была крайняя консультация с доктором, мы обсудили все, скажем так, моменты, и я хотела бы продолжить пропивать вот эти вот масла и эрведические лекарства, я даже хотела купить их, но я была безумно счастлива, когда мне дали титульный лист, в котором есть там вывод всех там, да, моих, моего курса лечения, и вдобавок она дала мне две пачки вот этих вот лекарств, которые я пила во время обеда и ужина, и я была безумно счастлива, потому что я бы хотела продолжить, вот, она мне рассказала по рецепту, как что принимать, вот, и, скажем так, как говорится, в бой, вот, вы мне тут пишите, зачем вам я все это рассказываю, я на самом деле рассказываю для той аудитории, которая задавала мне очень много вопросов про панчакарму, и я посчитала нужным не оставить это без внимания, и провести такой спонтанный прямой эфир, для того, чтобы, я бы, естественно, сохранил, для того, чтобы кому это было бы интересно, он мог про это, скажем так, узнать чуть-чуть побольше, и понять, возможно, у вас есть запросы, вам тоже бы этого хотелось. Скажу по поводу лечебной рвоты и кровопускания, у меня этих двух процедур не было, потому что, во-первых, у меня нету к этому показаний, но эти все истории проводятся в том, скажем так, месте, в этом отеле, я, конечно, немножечко поузнавала, как это все происходит, потому что мне интересно, ну, опять же, тоже супер все комфортно, рядом с вами всегда доктора, врачи, например, когда вот я проходила курс очищения желудка, ко мне доктор приходил в номер каждые полтора часа, во второй половине дня я сама приходила вот к нему, поэтому в номере есть телефон, ты можешь сразу позвонить либо на ресепшн, либо сразу уже, как бы, да, доктору, который всегда круглосуточно находится там, и если какой-то момент дискомфорта, вы всегда можете с ним поговорить, обсудить, у меня ничего такого страшного не было, только в какой-то из дней, по-моему, на второй день у меня сильно болела голова, а я с собой не взяла цитрамон, и как бы у меня было как-то супер некомфортно, вот, но я позвонила доктору, доктор принес мне такие прикольные две лидические пилюльки, я их выпила, уснула, и все прошло, вот, а, про книгу «Зеленый свет», да, я знаю, что эта книга очень популярная, расскажу вообще, как, как эта книга появилась у меня, я признаюсь, не являюсь фанатом творчества Мэтью МакКонахи, почему? Потому что все его яркие, драматические, серьезные роли я посмотрела уже после каких-то легкомысленных комедий с Дженнифер Энистон или с Дженнифер Лопес, где-то он снимался, и мне показалось, что он какой-то очень поверхностный для меня артист, потому что я, естественно, обожаю Феникса Хуакина, я, естественно, обожаю естественно это, я говорю, как будто вы должны это знать, но я люблю Эдриана Броуди, это вот одни из моих там любимейших артистов, и понятно, что их материал, их работы мне нравятся больше, и, к сожалению, вот есть такая вот история, когда ты смотришь сначала вот такие фильмы, и даже после этих фильмов у тебя уже складывается какое-то впечатление, то даже фильм «Далласский клуб покупателей», он не вызывает в тебе каких-то таких нереальных эмоций, хотя, безусловно, потрясающее кино, и, ну, как бы, достойно уважения. И моя подруга, моя кума, Анита Науменко, love you, знает, что я люблю автобиографические книги, прям очень люблю, у меня много автобиографических книг дома, ты закончишь сегодня этот ремонт? Я надеюсь, вы меня слышите нормально. Да, соседи занялись ремонтом, и это как вообще не кстати. Вот, и, значит, она подарила мне эту книгу. Это автобиографическая книга, которую я просто теперь уже вначале я ее очень залпом читала, мне очень нравилось, я прям на пляже сидела и понимала, что я в каких-то моментах улыбаюсь, потому что очень интересно, очень подробно, очень трогательно, очень откровенно рассказывается жизнь этого артиста, начиная с детства, про его семью, про его родителей, про его братьев, про его какие-то карьерные эти моменты, с очень интересной иллюстрацией, с его стихами, которые он пишет, с его даже дневниками, которые вставляют, да, вот в разные, там, да, на разных страницах есть прям, как он пишет от руки на английском языке, оригинал, ну, так скажем, да, и рядышком перевод на русский язык. Мне очень нравится, когда я поняла, что я уже там, образно говоря, за два дня прочитала полкниги, я решила, нет, Катюш, давай ты будешь этот сидеть и просто не взахлеб читать, потому что хочется это удовольствие растянуть. Мне очень нравится книга, я вам настоятельно рекомендую ее купить, потому что это действительно, это и философия, это и откровенная история детства, жизни, каких-то разочарований, каких-то неудач, смерть близких, то есть, ну, как бы он очень подробно и интересно повествует, рассказывает это в своей книге. Вот, многие друзья мне написали, что книга не зашла, возможно, наверное, если бы я при других каких-то обстоятельствах начала бы эту книгу читать там в Москве в какой-то рутине, там, и не успевала бы что-то, да, возможно, она бы ко мне так не зашла, но здесь, находясь, скажем так, в природе, в тишине, в гармонии, мне это очень пришлось по душе, и я получаю удовольствие, и я теперь стараюсь ее читать не три раза в день, как я хотела бы, а хотя бы чередовать, ну, как бы раз в день, там, перед сном чуть-чуть, или там, послезавтрака чуть-чуть, поэтому, друзья, книга «Зеленый свет», однозначно, да, однозначно покупайте. Вот, так, ну, кажется, я вам все про Панчакарму рассказала, надеюсь, информация будет полезна, повторюсь, эфир я сохраню, вот, и, наверное, поотвечаю на какие-нибудь ваши вопросы, которые вы мне пишете. Что вы читали на поступление в театральный институт? Вы знаете, у меня очень интересная была история того, как я готовилась к поступлению, не помню, раньше я рассказывала или нет, я не хотела идти на подготовительные курсы в университет. Это была какая-то моя интуитивная штука, я не могу объяснить, с чем это связано, хотя, возможно, это бы помогло мне поступить, потому что я бы уже в этих родных местах была, и не так бы было бы страшно при поступлении каких-то педагогов, может быть, я бы уже видела, и кто-то бы меня заметил, ну, то есть это могло бы как-то, образно говоря, мне помочь, но вот я не хотела. Моя мама тоже переживала, и она хотела какого-то нанимать репетитора, но хотелось же, конечно же, какого-то профессионала, и долго что-то не складывалось. И тут у меня мама в какой-то момент занималась ремонтом, тот, кто в Киеве знает, есть такой магазин «Нова Линия», она туда приехала покупать сантехнику или что-то в этом духе, и что-то там она не могла разобраться с названием и так далее. И рядом стоял молодой человек и сказал, «Слушайте, я вам сейчас подскажу, у меня вот тут в другом ряду супруга, который архитектор, дизайнер, она вам все расскажет, покажет, как, чего». Вот, ну и, значит, подходит его супруга, они общаются, в общем, так разговорились, ой, ремонтные дела, моя мама от восторга от всего этого. И они выходят на улицу, и он говорит, «Я сын Рейса Степановны Недашковской». На секундочку, народная артистка СССР, да, народная артистка Украины, то есть, как бы, все мы смотрели и знаем ее фильмы, да, «Комиссар» с Нонной Мордюковой, то есть, ну, как бы, великая-великая актриса, неописуемой красоты женщина, потрясающий человек и удивительный просто оратор, и человек, с которым мне посчастливилось познакомиться. И тогда мы договорились о том, что Рейса Степановна будет приходить ко мне домой и проводить часовые занятия, подготовку к поступлению в театральный институт. Я вспоминаю это время с каким-то невозможным трепетом, потому что я потеряла свою бабушку по маминой линии, когда мне было 9 лет. Не то, чтобы я мало что помню, я все помню, то, что могла помнить, то, что возраст позволял. Но вот сейчас, например, я испытываю периодически грусть, но я с ней разговариваю, и я убеждена, что она является моим ангелом-хранителем. Я это чувствую на физическом уровне, я с ней разговариваю, она со мной, и в какой-то момент я почувствовала, что в Раисе Степановне есть моя бабушка, потому что они отчасти даже были внешне чем-то похожи. Раиса Степановна крупная женщина, бабуля моя, бабушка Галя тоже была крупная, правда, блондинка, Раиса Степановна брюнетка. Обе любят, любили украшения, яркий макияж. И когда она приходила, я не могу объяснить, что со мной происходило. Во-первых, я не очень тактильный человек, скажу вам честно, но мне все время хотелось ее обнимать, мне все время хотелось ее трогать. И каждый раз, когда она уходила, у меня всегда было какое-то ощущение, что у меня забирают, отнимают что-то очень близкое, что-то очень родное. И тогда она мне сказала, для того, чтобы быть актрисой, нужно иметь конское здоровье, таланты, способности, красота, понятно, но самое главное это здоровье. И второе, она мне сказала, что когда актриса уходит из профессии, или когда она не востребована, или когда возникают какие-то сложности, у актрисы три дороги. Первое, это актриса уходит в религию, второе, уходит в алкоголизм, третье, это проституция. Цитирую то, что она мне сказала. В ее случае она ушла в религию, потому что она реконструировала очень много храмов и таких заброшенных церквей в Киеве. Одна из них была на Подоле, возле музыкального театра, где она служила, играла спектакль, рисовая песня, она играла мавку, это было тоже фантастически. И она просто всю подготовительную программу мне сделала про с тематикой религиозной. И перед поступлением, за день до поступления, она мне подарила две иконы. Божией Матери, Иисуса Христа, до сих пор эти иконы хранятся у меня в Киеве, в моей комнате. И у меня было поступление стих Тараса Григоровича Шевченко «Молытва». Проза у меня была про Ангелика, про девочку, которая умерла в возрасте трех лет. И дальше у меня была басня «Вовк и вевця», может быть, кто-то знает. пела я украинские народные песни. Причем у меня было, по-моему, две. Одна была такая веселая, вторая была более такая минорная, грустная. Танец у меня был просто «Импровизейшн». Это было просто, я решила, что... Тогда еще я не знала слово, что такое «контемп». Сейчас я, конечно, могу загнуть и сказать, что это был «контемп», конечно. Но это было, конечно, среди тут и между там. Потому что кто-то... А, нужно было же под фортепиано, как бы, аккомпанемент. А я сказала, «Импровизейшн», «Анита Магитофо». Там. Блин, не помню, под что я танцевала. Но что-то такое было, видимо, веселое. Мне позволили потанцевать. Вот. Поэтому у меня вся подготовительная программа была на религиозную тематику. Я была суперсерьезная. В каких-то вопросах, мне кажется, прям максимально зажатая. Вот. Но я и безгранично благодарна, потому что я не пожалела сто раз, что я все-таки не ходила на подготовительную всю эту историю, а все-таки пошла к ней, потому что иметь возможность подготавливаться к театральному институту с народной артисткой это большое счастье, большая удача. И я благодарна вселенной, что она дала мне такую возможность. Потому что, если бы не она, мне кажется, я бы даже и не поступила. Потому что она, помимо, как бы, подготовки, она смогла мне как-то, как сказать, очень много теоретических знаний дать про артистов, про то, как устроено это все, с чем придется столкнуться, какие бывают коллеги, какие бывают режиссеры, какие бывают люди вокруг. То есть, для меня вот этот час наших занятий, это была просто какая-то медитация. И... Медитация, я уже часто говорю, что я знала про медитацию тогда. Ну нет, но имеется в виду, что для меня это был какой-то просто момент единства с ней, и я очень благодарна ей за это. Ой, так, здравствуйте, привет из Новороссийска. Здравствуйте, не так давно я у вас была. Сложно было учиться в театральном? Да нет, наверное, было не сложно. У меня такой не... не то, что непростой путь. Я на втором курсе театрального института подразочаровалась немножко в обучении. Наверное, об этом не стоит говорить, но я говорю об этом честно, потому что сейчас я уже понимаю, что я абсолютно была права, потому что, когда ты читаешь литературу там Станиславского, там, да, Мерхольда, какие-то там, да, истории «Моя жизнь в искусстве», и когда ты читаешь все эти моменты, что там, калоши жизни мы оставляем за дверью, что там, грубо говоря, есть там, после мастера никто не может в аудиторию зайти, про то, что есть какие-то моменты, которые недопустимы в плане там, да, ну, меня... Я как человек, который вырос в семье спортсменов, при сон, потому что я абсолютное хулиганье и такой панк в душе, все равно у меня есть рамки, за которые я не могу выходить. И если мои родители мне говорят о том, что, «Катюш, ты должна вернуться домой там в 9 вечера», я не имею права прийти в 9.05. Ну, то есть, у меня были случаи, когда я приходила в 9.05, но это была уже какая-то моя позиция, мне уже было лет 19, и как бы тогда я могла себе этого позволить, я думаю, ё-моё, уже такое 9 вечера, ну, давайте хотя бы 10, там, 11, ну, не суть». И я не могла принять тот факт, что у нас, к сожалению, в нашем институте не было этой дисциплины. То есть, после того, как зашел наш художественный руководитель, спустя там 10 минут могла зайти наша студентка, кокетливо сказать, что, извините, я опоздала, у меня автомат не выдавал сдачу. То есть, для меня, вот когда я эти вещи видела, и когда это все сходило с рук, и человек спокойно, помешав там, скажем так, наш творческий полукруг, наш храм, наш купол, просто брал этот купол и разрушал, так терминами, да, называю, я этого не могла принять, потому что я считала, что так не должно быть, а человеку ничего за это не было. И я на втором курсе мощно разочаровалась, прям, прям, прям вот все, то есть, мне было неинтересно. Не то, что неинтересно, а у нас были какие-то там свои внутренние перетрубаться, у нас поменялся один художественный руководитель, потом на втором курсе пришел второй, то есть, как-то все так происходило, и я поняла, что я что-то уже как-то, куксусь, как-то мне уже некомфортно, и я не растерялась, я пошла раздавать свои фотографии в актерские агентства, в какие-то там модельные агентства, и уже благополучно в конце второго курса я начала сниматься. На третьем курсе у меня уже была первая большая роль в кино на 170 серий, проект «Сердцу не накажешь», «Сердцу не прикажешь», что в переводе. Вот, и все, я была счастлива, потому что я очень рано поняла самую главную вещь, я на самом деле, может быть, тоже сейчас беру некую ответственность за свои слова, ну, как бы я должна вам про это сказать, что нету сейчас такой позиции, что ты заканчиваешь университет, и везде тебе открыта дорога, мастер тебя берет к себе в театр, или идет какое-то расформирование, тебя там приглашают в какой-то Кировский театр, в Ростовский театр, нету этого. Как только я это почувствовала на физическом уровне, как только у тебя наступает выпускной вечер, ты красиво надеваешь платье, все трепетно друг друга поздравляют, вы пьете шампанское, все так классно, все так круто, но ровно на второй день, когда ты просыпаешься, это вот тот день, когда ты понимаешь, что все, ты один, общежитие аривидерчи, работы нету, театра нету, худрук-то не очень-то и хочет тебя брать к себе, и все, и это очень бьет по твоему самолюбию, это очень сильно бьет по твоему достоинству, по твоему эго, по всему, и ты понимаешь, что как же так, я же был там образно нагролучший студент на курсе, я подавал надежды, а сейчас я никому не нужен, поэтому я очень рано поняла, что надо самой эту тропинку себе выстраивать, не бояться падать, слышать отказы, не знаю там, разного рода каких-то проблем у меня было, когда мне говорили, чтобы там недостаточно там это, недостаточно то, но это мой путь, и я горда тем, что когда на четвертом курсе, на выпускном вечере, вся эта история происходила, я была безумно счастлива, что моя трудовая книга лежала уже на первшем национальному канале, потому что я там протевала десь пифтора року, и как бы у меня все сложилось, то есть у меня было прям все отлично, и я зарабатывала свои, я как сейчас помню, 2800 гривен, мне казалось, что я миллионер, у меня было по три записи эфира в неделю, у меня был потрясающий режиссер, с которым я дружу по сей день, у меня были гримеры, с которыми я всегда с удовольствием общалась, то есть у меня как бы была история, которая позволяла мне чувствовать себя комфортно, вот, а когда нам предложили поступить на пятый курс, вот честно, я не понимаю, зачем актерам нужен пятый курс, для чего, понять не могу, я уже не ходила, потому что мне написали бумагу, что у меня свободное посещение, поэтому я всем настоятельно рекомендую, безусловно, в институте, чем отличается институт от школы, в школе тебя учат, в институте ты сам учишься, потому что если в институте ты не будешь учиться, никто не будет тебе помогать, никто не будет с тобой ходить, нянчиться и входить в твое положение, давать тебе какие-то там дополнительные занятия и тому подобное, и для артистов, чтобы не было этой травмы, если у вас есть возможность что-то делать, сниматься там в хорошем кино, да, то есть не какие-то ситкомовские истории, там, да, или даже если у вас есть потребность сняться в ситкомовском проекте, это не проблема, вы должны все время понимать, что учеба закончится, а вам нужно куда-то идти, вам нужно чем-то заниматься, вам нужно где-то зарабатывать деньги, намного приятнее, когда у вас уже есть какая-то база, когда вас уже немного как бы где-то знают, где-то вы помелькали, это не так для вас психологически травмоопасно, приходить на выпускной вечер и на второй день понимать, что все вот так вот сложно и тяжело. Пятый, это высшее образование. Нет, я понимаю, что это высшее образование, вопросов нет, я просто убеждена, что вот эти вот корочки, красные дипломы, они не очень сильно сейчас как бы, да, в почете, и я, почему я сейчас заостряю внимание на актерском, да, образовании, потому что если ты медик, если ты экономист, да, тогда и безусловно, но если ты актер, я в принципе считаю, что для актерской профессии два года теории, а дальше нужно уходить в практику, этюды, какие-то там отрывки, дипломные спектакли, это, 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 возможность там кино и так далее. Это вот тоже моя, какая-то, моё субъективное мнение, опять же, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но мой факультет назывался драматичная актриса, театра, кино и талабачиня. Где талабачиня, где кино? То есть учат только актерский, театральному ремеслу, да, то есть всё такое, но это же тоже странно, вот ты заканчиваешь институт, тебе 23 года, а ты не понимаешь, как встать в свет, а ты не понимаешь, как вести прямой эфир, а ты не понимаешь, как быть там диктором или образно что-то ещё, поэтому сейчас есть очень много таких школ, одну из школ, кстати, в Киеве делает моя однокурсница Валерия Ходос, и я за неё очень рада, я периодически поглядываю у неё в инстаграм, то, что она берёт детей, и она их подготавливает, и я так понимаю, и театральному ремеслу, и она говорит про кино, потому что она сама непосредственно снимается в кино, и наверняка какие-то даёт знания касательно телевидения, и это очень правильно, потому что, к сожалению, в моём университете, ну, будем говорить, в моё время, я поступила в 2004 году, выпустилась я в 2010 году, у нас не было предметов, которые бы нам рассказывали что-либо про кино, я вообще считаю, что нужно делать предмет про кино, я вообще считаю, что нужно иногда делать такую историю, смотреть фильм, а потом его обсуждать, мне кажется, это очень крутая практика, это очень правильно, у нас, к сожалению, этого не было, была масса предметов, которые, мне кажется, вообще были элементарно не нужны, опять же, моё субъективное мнение, экономика, нахрена она мне нужна, если, ну, как бы что, ну, посчитать денежки, сколько я заработала, ну, у меня для этого есть агент, да, ну, образно говоря, если нет агента, ну, ты возьмёшь и посчитаешь эти деньги, ну, то есть, ни в коем случае сейчас не хочу показаться какой-то мерзкой бабой, тёткой, но это моё мнение, как бы, естественно, вот, поэтому его рассказала, так, вы супер классные, благодарю вас, вас так много, прям 343 человека, спасибо, вот так вот спонтанно вышла в прямой эфир, но я сохраню, сохраню, за деньги, за деньги берёт детей, за деньги, это я не поняла, за деньги берут ли на поступление, ну, наверное, берут, не знаю, почему нет, скажите, вы вегетарианка, да, я вегетарианка, я только не ем мясо, всё остальное я ем, я ем рыбу, я ем морепродукты, я ем яйца, я ем сыр, я, вот, ну, молоко я стараюсь пить, безлактозное, не потому, что у меня непереносимость лактозы, не потому, что ещё что-либо, а просто я себя более комфортно чувствую, если я пью безлактозное молоко, растительное молоко не люблю, единственное, которое могу пить, овсяное, всё остальное мне невкусно, соевое невкусное, миндальное невкусное, кокосовое невкусное, только овсяное, вот, я не веган, я вегетарианка, это был мой осознанный выбор, 6 лет назад, о котором я не пожалела, и ни в коем случае не хочу выглядеть пропагандистом, и говорить о том, что вы все должны отказываться от мяса, каждый организм, я ни в коем случае не презираю людей, которые едят мясо, я вам даже могу признаться, если мне хочется иногда съесть хамона, я его обязательно съем, вот, поэтому я считаю, что всё в нашей жизни не должно быть радикально, когда вот начинаются какие-то вот эти вот клише, вот эти громкие, пафосные речи, я очень этого не люблю, потому что мы все разные, у нас у всех разные потребности, у нас у всех разные принципы, приоритеты, каждый имеет право делать то, что он хочет, вот. Благодарю, вы суперский человек, спасибо, привет, очень красивое, спасибо, самки боговола, у вас были заклеены рот скотчем, да, был заклеен рот скотчем, на самом деле, для того, чтобы не поранить губы, мне намазывали губы базилином, увлажняли, и поверх губ наносили, ну, клеили, короче говоря, вот такой вот пластырь, это было нормально, комфортно, никакого там, увечья не нанесли у меня, согласна, что куча предметов, которые не нужны, ой, Валерия, здравствуйте, ну, вот, блин, как бы, понимаете, кто-то скажет, наоборот, нужно, а кто-то скажет, не нужно, вот мне в театральном институте, вот не хватало, ну, как бы, факультатива, и каких-то занятий, которые бы говорили про кино, это же очень интересно, ну, посмотреть фильмы, там, того же Феллини, там, Висконти, да, там, старый, там, я не знаю, того же Чарли Чаплина, начать с этого, а потом потихонечку перейти, там, к современникам, грубо говоря, кто сейчас там, да, опять же, мне кажется, что нужно обязательно обсуждать, какие-то там кинофестивали, что сейчас происходит, это, 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 ну, как бы, можно говорить про, естественно, там, про экономику, но я в этом не бум-бум, и я даже помню, мне, ну, мне стыдно, конечно, что я не посетила ни один, ни одно занятие, и мне поставили, по-моему, тройку по экономике, и я манала, если честно, эту тройку, потому что я понимала, что мне эта экономика, как бы, не пригодится, если бы я хотела изучать экономические все эти моменты, наверняка бы я пошла бы в наркоз, и изучала бы это уже на каком-то высшем уровне, поэтому, вот, если это ВУЗ, то просто они обязаны дать общую программу, а не узаконенную, поэтому и экономика, да нет, ну, хорошо, но я же ни в коем случае не хочу сказать, что там, общее, не общее, но я же в контексте того, что было бы полезно добавить еще какие-то другие там занятия, а не ставить экономику каждую там по два предмета в неделю, ну, то есть можно ее сделать один раз в неделю, образно говоря, а на вторую сделать какие-то там другие занятия, я считаю, что правила существуют для того, чтобы их нарушать, в хорошем смысле этого слова, потому что все равно, я повторюсь, если вы будете, а, образно говоря, там, да, опять же, там, сходить вместе в театр, или там сказать, вы должны, например, за эти две недели сходить на три спектакля, желательно там разные, и потом это все пообсуждать, вот это у нас не было, мы, конечно, могли в свободное там от работы время обсудить, там, мы сходили на этот спектакль, на этот спектакль, понравилось, не понравилось, но мне кажется, что это нужно, ну, как бы, прививать, и, ну, делать, да, про ненужные предметы, боль, вам нравится сам процесс самки, съемки, или устаете, я вообще не устаю, для меня вообще съемочный процесс, это вообще моя среда, в которой мне максимально комфортно, я могу сто раз говорить, что я не жаворонок, я сова, я люблю поспать, но все равно, даже когда я просыпаюсь там в 5-6 утра, как только я переступаю порог автомобиля и захожу в грим-вагон, или в свой вагончик, или в костюмированный цех, у меня полный прилив сил, вот я даже сейчас говорю, и у меня вот это вот внутреннее ощущение, когда я прям понимаю, что все, 12 часов я сегодня буду работать, если у вас еще потрясающие партнеры, друзья, если у вас еще как бы коллеги, с кем вы ранее работали, или там ребята из съемочной группы, это вообще втройне всегда приятно, я вообще не устаю, но я взяла за правило последние 2 года, во время обеда, я обязательно сплю час, потому что мне этот час нужен, потому что я трачу очень много энергии, причем я трачу очень много энергии и в момент как бы съемочного процесса, но и в момент, пока мы там переставляем камеры, я все время живая, подвижная, что-то мы бегаем, ходим, смеемся, хохочем, вот, поэтому я вот этот час сплю, и дальше выхожу из обеденного перерыва и дальше продолжаю работать, поэтому для меня это не усталость, для меня это кайф, я люблю свою работу, я люблю свою профессию, и я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот путь. Ой, Егорушка, зажил мой этот вот, ну, немножко какое-то покраснение есть, но вообще, видишь, учитывая, каким количеством масла меня обливали, не мудрено, что оно у меня зажило, и все как бы хорошо, горбинки нету, так что все хорошо, Егорка, спасибо за беспокойство. Очень жду второй сезон Анки с Молдаванки, а я так как жду, вы представляете, вот сейчас я с вами веду прямой эфир, и сверху у меня плашечка идет, и написано, Яна Щук, это режиссер нашего, ну, и первой части, и второй части, Володя Яна Щук, наш режиссер, и он мне написал, монтирую, и видать там какие-то есть маленькие отрезки того, как он в монтажке сидит и монтирует наш проект, но я, конечно же, не имею права с вами этим делиться, потому что это все пока что конфиденциально, но я думаю, что уже осенью мы сможем посмотреть вторую часть, я по крайней мере очень-очень желаю, чтобы так случилось. Когда выйдет новое кино с вами? Так, что должно выйти у нас? Анка с Молдаванки должна выйти, боже, где же я еще снималась? С вампиром мы только приступаем к съемкам. Блин, посмотрите, вылетело из голова. Я же где-то еще снималась. Анка с Молдаванки. А, дипломат 2 должен выйти. Вот. Каждому свое, журналюги, это то, что никак вот не может выйти, к сожалению. Так, и что-то еще с Анкой у меня случилось. Все, кажется, все. В марте приступаем к съемкам вампиров средней полосы. Еще раз спасибо за Анку. Благодарю. Привет вам из Украины. Киев, привет, Украина, привет. Катя, го, без рыбы и моллюсков. Ну, не могу я без морепродуктов. Я все-таки их люблю. Причем я кустрицам равнодушна, но мне нравятся мидии, мне нравятся, что мне еще нравится? Морские ежи. Люблю. Мне нравится. Ничего не могу поделать. Но без фанатизма, опять же. Общаешься с докторами... Общение с докторами было на английском? Да, на английском языке. Русскоязычных вообще никого не было в отеле. Это я рассказываю про Панча Карму. Только за день до моего уезда я познакомилась с женщиной, которая ко мне подошла и говорит, вы говорите на русском? Я говорю, да. Потрясающая женщина, ее зовут Кэтрин. Она русская, но уже 7 лет живет в Лондоне. Она занимается квантовой физикой. Какая-то совершенно удивительная женщина такой благороднейшей внешности, такой породистой внешности. И мы с ней немножко поговорили на русском. А так и со своей подружкой 84-летней Ингрид, и с официантами, и с персоналом, и с докторами я общалась на английском языке. Можно даже сказать, что я его подтянула хорошенько, потому что я как-то... В Москве-то нету практики, а здесь прям была идеальная среда для того, чтобы поговорить на английском. И даже моя подруженца Ингрид сказала, что you have a very good English. I said, oh, thank you very much. I'm very happy. Так, привет из Лондона. Здравствуйте, Лондон. Только поговорили. Читали ли вы цветы для... Да, конечно, читала. Красивые зубы. Спасибо большое. Выходи за меня замуж, ребята. Там, ну что... Боже, какие вопросы иногда задаете дурацкие? Ну, слушайте, вам того же. Так, хочется больше практики, больше дискуссий. Экономика это, сука, ну как для меня? Не как для меня. Ну вот, вы меня понимаете. У вас есть оттаж на губах? Нет. Нету ни татуажа, нету ни перманентного макияжа. Я, кстати, нормально отношусь к перманентному макияжу. У меня даже в какой-то момент было желание сделать перманентный макияж губ. Но я понимаю, что иногда могут не угадать с цветом. Потому что с годами губки-то становятся не розовенькие, не аленькие, а становятся уже такие немножечко вяленькие. Ну, вяленькие я имею в виду про цвет. Вот. И хочется немножко их как-то напитать. Поэтому думала про это, но очень боюсь. Курс по очищению, во сколько стоил общение с доктором язык? Значит, смотрите. Проживание 7 ночей, 6 дней аэровидических лечений мне обошлось в 1400 евро. Это все вместе. То есть это проживание, это трехразовое питание, это все процедуры. Я ничего не доплачивала. В какой-то момент я поняла, что я соскучилась по кокосовой воде. Я подумала, ну, я готова доплачивать с личного, скажем так, кошелька за кокосовую воду. Но они мне приносили коконат, и за него тоже не брали денег. Поэтому общий тотал счет 1400 евро. В эту стоимость входит еще и ПЦРовский тест, который как бы, ну, нужно обязательно при въезде ты сдаешь ПЦРовский тест. Он стоит 40 евро. Вот, поэтому эта сумма входит вот в тотал, в тотал, в тотал, в тотал, поняли, да? Какому проекту у вас был заклеен рот скотчем? А самка Богомола, самка Богомола, этот проект как раз у меня была там, эта вся история. Подписался на вас Екатерина после сериала про вампиров. Хорошо сыграли. Санта Драгон, благодарю вас. Расскажите, пожалуйста, про съемки Знахари 2. Вы согласны с этим, с таким сценарием? Друзья, я не принимала никакого участия в написании этого сценария. У меня не было никакого, скажем так, ну, как бы, вот многие написали, что вы не захотели сниматься в продолжении. Не было такого. Артисты не могут, нет, наверное, какие-то актеры могут сказать, что там мне там не нравится сценарий, я там не буду участвовать. Бывает такое. В моем случае такого не было, потому что я искренне хотела принимать участие во втором сезоне. Я не скрою, у меня были сложности с взаимопониманием с Данилом Страховым, потому что мы с ними немножечко другие, разные. Я более темпераментная, я более открытая, я более хулиганистая. Я люблю черный юмор, я люблю пошлый юмор. Ну, как бы, я в этом плане очень свободна. А Даниил, он другой формации человек, ему нужно побыть одному, ему немножко нужно, там, подзарядиться, еще что-то. Поэтому у меня просто садится батарея. Мы немножко с ним не сходились по психофизике. Но это ни в коем случае не значит, что я для себя решила, что с этим артистом я ни в коем случае не буду сниматься. Конечно же, нет. Я все равно прекрасно отношусь к Даниилу, я ему очень благодарна за партнерство, потому что мне кажется, что мы с ним прям как шербургские зонтики, да, очень похожи, главный герой этого фильма. Вот. Я прочитала сценарий, я увидела, что меня в первой части убивают. Я понимаю, почему сценаристы сделали такую ситуацию, потому что второй сезон всегда очень сложно удивить, всегда должна быть какая-то интересная фабула, развязка, завязка, кульминация. Очень сложно на волне первого сезона, так же здорово продержаться на втором сезоне. И поэтому нужна была какая-то вот такая радикальная ситуация, которая бы произошла с нашими героями. Поэтому они приняли такую позицию, сделали так. Я так думаю. Но я ни в коем случае не возмущалась, я не говорила. Поверьте, мы все на съемочной площадке, потому что многие участники этого съемочного процесса были и на первой части. Мы все грустили, мы все расстраивались, мы все обнимались от того, что как же мало съемочных дней. У меня их всего было 4 или 3. Вот. И, ну, к сожалению, вот так решили. Такое решение. Я, к сожалению, на него никак не могла повлиять. Поэтому все вопросы к сценаристам. Они писали, это их право, это их ремесло. Привет из Архангельска. Архангельска. Здравствуйте. Как у тети Розы дела? О, тетя Роза моя. Прекрасно. Все хорошо. Я с ней, кстати, разговаривала вот как раз, когда была в Киеве. Она живет у меня в Салтановке. Такое село есть. Вот. Прекрасно. Прекрасно. Моя семья, мои родственники. Мне очень понравилась роль ваша в сериале «Кто ты?». Очень интересный сюжет. У вас был классный партнер по сериалу «Антон». Подскажите, будет ли продолжение сериала? Друзья, все настолько непредсказуемо. Вот на сегодняшний день, вот сегодня у нас 8 февраля, 15.04 у меня на Шри-Ланке, информации, что будет второго сезона, нет. Но, вы же понимаете, как это бывает. Мы ждали второй сезон «Анки с Молдаванки» 6 лет. Спустя 6 лет нам позвонили, сказали, ребята, опа, аллилуйя, мы снимаем вторую часть. Поэтому не могу сказать. Если будет вторая часть, я пойду только при условии, что будет Антон Батарев со мной. С другим артистом я работать не буду. Вот тут, как бы, извините, я как бы выступлю. А вообще благодарю, спасибо, очень приятно. Не хватает нашей системы западного подхода образования. Вы знаете, я не могу говорить про другие вузы, потому что я училась театральным, у меня одно высшее образование. Если, может быть, я была компетентна, я бы с вами поговорила. Я говорю только конкретно в ключе моего вот этого пятилетнего обучения в театральном университете имени Карпенко-Карова. У меня были некие моменты, если бы я имела какое-то право голоса, и если бы мой голос там учитывался, я бы обязательно предложила вот такой формат, как бы, да, немножечко... Ну, не то, что его поменять, я не говорю, что нужно всё радикально, нет, ну, что-то добавить, что-то сделать более интересное, чтобы и студентам было интересно. И вообще я считаю, что нужно быть на какой-то одной волне. И, безусловно, то, что я говорю про дисциплину, что мастер — это святое, это понятно, что не обсуждается, но мы же все друг у друга учимся. Вот, например, я помню, что я снималась с одним артистом, который рассказывал мне про одну народную артистку. Я не буду рассказывать, ну, о ком она, он говорил. И вот он рассказывает о том, что, говорит, ты не представляешь, как она ко мне тянется, потому что она понимает, что она уже другое поколение, и ей так хочется понимать. Ей хочется так попытаться понимать, понять, что чувствует человек там в 27, о чём думает человек в 34. То есть мне кажется, что всё равно разница поколений имеет место быть, но очень круто, когда, образно говоря, взрослый человек не ставит свою позицию превыше всего, а что этот взрослый человек, как агностик, он может вот это мнение послушать, вот это мнение послушать, и всё равно впитывать самое необходимое и самое для него интересное. Поэтому мне кажется, что тогда бы и институт вышел на какой-то новый уровень образования. Вот, например, тоже, меня сейчас могут заклевать, но мне всё равно, я вот буквально в сентябре увидела, что все в Киеве были в диком восторге, в кавычках, в диком шоке от того, что Поплавский сделал курс тиктокеров, и что типа это аморально, это отвратительно, это ужасно и так далее. С одной стороны, да, это там трэш, да, что как бы куда-чего, но с другой стороны, это же идёт в ногу со временем. С другой стороны, какой ажиотаж вокруг этого тиктока, сколько людей в этом тиктоке. Но он захотел быть современным. Мне очень много ребят рассказывали, например, я ни в коем случае не пытаюсь сравнивать наш театральный институт, где я учился, и театральный институт Поплавского. Нет, я просто работала с разными артистами и оттуда, и оттуда. И как бы, как ни крути, но Поплавский создаёт какие-то условия для своих студентов. В плане общежития, в плане какого-то, каких-то стипендий, какой-то подработки и всего-всего-всего. И это не может не вызывать каких-то приятных моментов. Мне кажется, что это очень хорошо. И если сейчас идёт эра тиктокеров, и это сейчас популярно, то почему он не может сделать этот курс? Мне, человеку, который я все мнения готова выслушать, я не радикальный. Я, в принципе, с недавних пор, повторюсь, я стала таким агностиком. Я могу слушать разные мнения, и разные мнения я стараюсь принимать и уважать. Поэтому мне кажется, что в этом нет ничего ужасного. Потому что ровно в тот момент, когда ты начинаешь что-то презирать, осуждать, вот поверьте, через совсем маленький период времени ты окажешься либо в такой же ситуации, либо же у тебя поменяется мнение на 360 градусов. Так бывает в жизни. Поэтому если это происходит, значит, так должно быть. Вы всегда имеете право не поступать на этот факультет тиктока, я считаю. То есть вы можете сказать, боже, какой кошмар, но при этом перевернуть эту страницу и почитать, пойти, там, не знаю, там, кафку. Так. Привет из Омска. Омск, здравствуйте. Привет из Баку, здравствуйте. В кухне сниматься еще будешь, но кухни уже нет. Очень много фильмов с вами посмотрела. Все очень нравится. Санка Богомола второго сезона когда-то ждать. Возможно, будет. Я вам расскажу, если он вдруг будет. Я поделюсь с вами такой информацией. Восхищаюсь вашей естественной красотой. Спасибо большое. Очень красиво. Что за украшения такие красивые? Крести. Вот такое красивое украшение. Вот. Да, это я купила в Москве. Цветной бульвар. Дороговый центр цветной. Все. Это как бы все вместе, но это все может отстегиваться. Можно оставить одну, можно оставить две, можно три. Ну, короче, как вам больше нравится. Спасибо. Подари мне воскресенье. Очень хороший сериал. Да. Я тоже его очень-очень люблю. Он такой какой-то для меня первый, скажем так, первая серьезная работа вот в Москве. Главная роль. Восемь серий. Я очень с большим трепетом отношусь к этому сериалу. Очень его люблю. Так. Про ваш фан. По вашему совету. Начала читать зеленый свет. Ну, я вам честно скажу, я надеюсь, что вам понравится. Потому что я получила прям удовольствие. Sweet baby. Hi. В какой клинике делали процедуру? Б-б-б-б-б-б. Сурья. Beach Hotel Resort. Сурья. Ну, если что, напишите мне в директ, я вам отвечу, пришлю, как называется этот отель. А вообще, ничего сложного, мои публикации последние, наверху есть название отеля, где вы можете его сохранить и посмотреть. Спасибо за ответы, спасибо большое, спасибо вам. Когда вы, не прочитала, когда в декрет. Друзья, вот я тоже обожаю все эти вопросы. У меня очень часто пишут в вопросах и ответах о том, что когда-когда. Многим пишут какие-то там, что это очень невоспитанно, некультурно. Я тоже считаю, что это очень не тактично задавать подобного рода вопросы. Я одно время бесилась, одно время раздражалась, а потом я подумала, ну, слушайте, ну, не все обладают какой-то тактичностью. Иногда люди могут, я говорю себе, Катя, иногда люди могут спрашивать не для того, чтобы тебя обидеть или поставить тебя в неловкое положение, а потому что они хотят, чтобы у вас были дети там с Максимом, или они хотят, чтобы уже поскорее вы это сделали, потому что там вот такое, такая вы блондиночка, и он там блондинчик. Ну, это я все сейчас цитирую то, что мне пишут. И я пересмотрела свое отношение к этому. И если раньше я могла как-то по-хамски отвечать, сейчас я понимаю, что я иногда через вопрос, который пишется на бумаге и пишется вот онлайн, там, да, в инстаграме, в директе, я же не чувствую интонацию, человек, может быть, абсолютно искренне задает этот вопрос, без негатива, без какой-то там, да, но я не могу это считать. Поэтому я нормально к этому всему отношусь. Моя история связана лишь с тем, что я карьеристка, но я обязательно в скором времени постараюсь, скажем так, принципы и приоритеты в своей жизни поменять. Потому что каждый раз, когда я себе говорю, что вот пора, вот надо, вот как бы хорошо все идет, складывается, обязательно появляется какое-то кино или появляется какая-то работа, которая мне очень нравится и которая берет вверх, и я не могу отказаться, и вот как бы все время идет такая вот дилемма. Вопрос есть только в этом. Но я вас услышала, и вот все эти люди, которые пишут бестактно, тактно по поводу этого вопроса, не переживайте, друзья, все будет хорошо, и все будет тогда, когда должно быть, и как бы все нормально. Я перестала очень агрессивно на это все реагировать. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Но я уже не такая карьеристка, конечно, как раньше. Я стараюсь уже, видите, даже позволять себе уезжать на Шри-Ланку на 2,5 месяца. Хотя, по сути, при желании могла бы остаться в Москве и найти какую-то другую работу. Но я все-таки понимаю, что очень важно отдыхать, очень важно выдыхать, очень важно созидать, наслаждаться тишиной, покоем, друзьями, природой и всем-всем-всем. Это действительно очень важно, потому что я работала без выходных порядка 5 лет. Ну, как, выходные были в районе недели, может быть, 10 дней. Это тоже неплохо. Но, как мы понимаем, что усталость и недосып, и вот эта вся история имеет свойство накапливаться. И иногда это все может выливаться в некую агрессию. И тогда нужно взять паузу. Обязательно нужно взять паузу, потому что всех ролей не сыграешь, во всех проектах не переучаствуешь. Нужно дать возможность и другим зарабатывать деньги. Нужно давать возможность менять картинку. Я раньше не представляла, как можно приехать на отдых больше, чем на 10 дней. Сейчас для меня 2,5 месяца. Это даже иногда мне кажется, я бы еще недельку, я бы еще 2 недельки. В общем, поэтому, друзья, если есть возможность, обязательно давайте себе отдых. Это очень важно. Ой, в Чернигове давно были? В Чернигове, да, давненько. Мне кажется, последний раз я была в Чернигове, еще когда я была школьницей. К сожалению, очень давно. Катя, привет, ты лучшая, спасибо большое с вашим участием. Смотрю все фильмы, благодарю. Катя, очень нравится ваш уход, кожа потрясающая. Поделитесь, какая финальная основа у вас. Да, я, в общем-то, вам показывала, что у меня. Тоже просто из подручных средств. Вот у меня лямер, тончик и шоссейда, тончик. Вот, все. Лямер более тонкая текстура, шоссейда более плотная. Поскольку, когда я приезжаю на море, у меня проявляется пигментация, мать ее ее. Вот, приходится забивать ее чуть-чуть плотнее. Хотя Максим мне говорит, уже уймись, успокойся, тебе это все идет. Вот, а я себя чувствую женщиной и жирафом. Ну, как бы, сосед с дрелью вашей нашел вас. Да, что я могу сделать? Ну, люди работают, пускай работают, пускай работают. Ничего страшного. Так, привет из Украины. Украину, кухаю и люблю. Вчера снова пересмотрела короткометражку «Ракушка», потрясающий фильм, и вы в этой роли бесподобны. Спасибо большое, спасибо вам. Вот, юный Орел. Юный Орел рулит. Наверняка пишут мне студенты Института культуры. Вам тоже привет, привет, привет. Так, привет из Одессы, Украина. Одесса, обожаю, люблю, жить не могу. Катерина, скажите, где вы приобрели это прекрасное жерелье? Все вы, здравствуйте. Ожерелье было приобретено в торговом центре «Цветной», который находится возле станции метро «Цветной Блевар». «Общаетесь с Еленой Подкаминской». Нет. Ну, как бы, не то, что мы не общаемся не потому, что не там как-то что-то не поделили, а потому что очень востребована Елена актриса. Мне она очень нравится. Но когда пересекаемся на каких-то мероприятиях, безусловно, мы всегда очень-очень рады друг друга видеть. Мы очень близко и тепло общались как раз, когда были съемки сериала «Кухня». Поэтому, Лена, если ты меня видишь, ты прекрасна. Шириночка расстегнулась? Нет, застегнута. Застегнута. Все на месте. Восхитительно. Всего вам самого доброго. Женечка, привет тебе. Привет-привет. Я про тебя тут рассказывала, что ты мне рассказала в Барапанча-карму. Вот. Тебе очень люблю и благодарю. Женечка, краткий, с которой мы познакомились на съемках сериала «Анка с Молдаванки». Вот это вот разживалось твоя моя красотка. Вот сейчас тоже в эфире я люблю тебя, передаю привет. Здравствуйте. Как вы держите себя в такой форме? Очень много ограничений. Да нет, никаких, как таковых, ограничений у меня нету. Просто я, не то чтобы я много ем, но я как-то в меру, как-то у меня так все в меру происходит. Если я чувствую, что я переедаю, я как бы останавливаюсь. Вот. А вообще, когда вот по аюрведическим, тоже женщина аюрведа вам вещает, говорится о том, что, ну, по сути, когда там завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. То есть по аюрведическим моментам тоже так же это все должно происходить. Но ведь иногда бывает так, что я могу не пообедать, поэтому, естественно, я буду ужинать. Я стараюсь себя, конечно же, в чем-то сдерживать, но, опять же, я не железная, я могу иногда переесть, я иногда могу съесть вот что-то лишнее. Это значит, что на следующий день у меня будет либо разогрузочный день, либо я посижу там на кофе с сыром, либо еще что-то. Вот. Поэтому я просто стараюсь, ну, как бы вообще это очень важно, конечно, правильно питаться, это очень сложно, но, тем не менее, вот я, видите, уже взрослая тетя, мне 34, и вот сейчас я понимаю, что действительно, когда ты слышишь свой организм, когда ты его бережешь, когда ты его любишь, когда ты к нему относишься с уважением, не пичкаешь все подряд в него, это все сразу отображается на коже лица, на коже тела, на общем каком-то состоянии, потому что я после того, как прошла вот так называемый детокс, я могу сказать, что я себя чувствую прекрасно, и я всем этого желаю. Я знаю, что очень много моих подписчиц и подписчиков практикуют очищение организма там и в домашних условиях с помощью трав или еще чего-то, это тоже очень полезная, нужная вещь, и вы молодцы, потому что иммунную систему нужно поддерживать. Я вот, например, с сегодняшнего дня начала по утрам натощак пить экстракт алоэ, это мерзкая штука, отвратительная, но это надо делать, потому что это иммунная система, это чистка печени, очень потрясающе, хорошая, вот, и подруга мне сегодня сказала, что не стоит ее пить теплой, нужно просто эту баночку поставить в холодильник, потом из холодильника достаешь, 30 миллилитров выпиваешь с залпом и нормально, она правда противная, ужасная, но, знаете, ради красоты, мне кажется, можно потерпеть, и ради здоровья тоже можно потерпеть. Во Львове давно была, когда вела проект Суперзирка, это было очень давно, это был 2009 год, я была во Львове в 2009 году последний раз, с тех пор я больше туда не приезжала. Привет, это из Киева, Картруся, вы часто готовите? Слушайте, я могу приготовить, у меня нету какого-то такого, что я категорически не готовлю, чего-то не делаю, мне очень повезло, что у меня Максим очень вкусно готовит, у него потрясающе получается джампфуд, всякие лаваши, такосы, рапы он очень вкусные делает, рапы, рапы, я не знаю, как правильно, там, с креветками, с сыром, с авокадо, с яичком, там, совсем очень вкусно, я больше выступаю по пастам, по салатам, вот, и все, то есть, как бы, но, опять же, если нужно, я обязательно приготовлю, я люблю очень готовить для друзей, когда ко мне приходят какие-то гости, я либо просто с томатами и с пармезаном, либо же с томатами и с тунцом, я готовую периодически, поэтому, как-то так, но сейчас же все стали следить за фигурами, и каждый раз, когда ко мне приходят, друзья говорят, ничего не готовь, ничего не надо, ничего, поэтому у меня всегда сырная тарелочка, орешки, какие-нибудь там грязини, там, вот эти вот штучки. Волгограда, здравствуйте, привет из Чернигова, Чернигов, привет, привет из Ясентуков, Ясентуки, привет, привет, моя подруженька, Женечка, привет, кто играет на флейте, Сева Кулик играет на флейте. Остается 10%, вот, надо уже, конечно, с вами закругляться, вот, я благодарю вас за прямой эфир, прошу прощения, что не сказала заранее, но я все свои эфиры сохраняю, поэтому я думаю, что все хорошо, вы сможете пересмотреть, кому интересно, вот, я желаю вам хорошего настроения, отличного дня, вот, я выгляжу сейчас какая-то зануда, которая, типа, будьте здоровы, живите богато, вот, просто скажу вам спасибо, хорошего дня, пока. Эфир сохраню.